На осмотр становись! В детский оздоровительный лагерь «Березка» приехал мобильный центр здоровья. Он разъезжает по саратовским лагерям уже не первый год, но становится все более и более востребованным как среди детей и их родителей, так и среди администрации лагерей. В чем причина популярности врачей, узнала наша съемочная группа. Рост, вес, сила и содержание жира. С этих самых простых исследований начинается профилактическое обследование каждого ребенка. В детский лагерь «Березка» приехал мобильный центр здоровья. Все самое интересное внутри. Всего за 40 минут здесь можно пройти экспресс-обследование. Диагноз, конечно, не поставят, говорят врачи, но вот на что обратить внимание, и что пока не болит, но скоро может, подскажут. Основная у нас задача – это научить детей здоровый образ жизни. Сюда включается все. Вот могу сказать, что в этом году почему-то очень много детей, которые вообще не едят, особенно девочки. На обследовании выявляется очень низкий уровень глюкозы. Доктор начинает выяснять, и оказывается, что девочки просто саботируют завтрак, вообще не едят. Ну, это обусловлено, наверное, тем, что девочки подрастают, хотят быть красивыми, стройными, но это настолько в ущерб здоровью, что они, в общем, даже этого не понимают. Здесь могут посмотреть работу сердечно-сосудистой системы и легких, определить возможность аномии или склонность к ожирению, а также вовремя заподозрить сахарный диабет. Прямо за этим столиком у ребенка возьмут кровь и определят глюкозу. За соседним проверят работу сердца, сделают ЭКГ. Тут же измерят биологический возраст легких и их объем. Делаешь ртом глубокий вдох, зажимаешь нос, трубку в рот и все выдуваешь до конца. Такие мобильные центры работают в нашей области в рамках федеральной программы «Здоровье» уже три года. Стационарные центры – пять лет. Уже за четыре месяца этого года в них было осмотрено около 17 тысяч детей. Три с половиной тысячи детей осмотрено в лагерях по итогам прошлого года. Здесь выявляются все риски заболеваний, а таких детей у нас практически выявляется около 70%. Почти 50% детей требуют дальнейшего дообследования. Дается рекомендация, что у вас есть риск возникновения такого заболевания. Вам нужно там соблюдать или диету, или, значит, активный образ жизни, потому что много детей бывает с ожирением. То есть или, опять же, наоборот, не заниматься тем или иным спортом, потому что это не рекомендуется в состоянии вашего здоровья. То есть родителям дается полностью рекомендация. По итогам обследования с каждым ребенком беседует педиатр. Для родителей выдается вот такой вот лист. В нем и результаты исследований, и рекомендации. Анна Ковалева, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.